Я Артур Смоленинов. Я актер, начинающий музыкант. Я из города Королева Московской области сначала, потом из Москвы, из России. Я живу в Латвии вот уже почти как год. Я приехал сюда 27 сентября 2022 года. Уже, да, во время войны. Очень много ярких воспоминаний. У меня было очень яркое детство, насыщенное. Сейчас я понимаю, что из сегодняшнего дня эти воспоминания – это, в общем, иллюзия. Но, с другой стороны, в тот момент это было правдой. Люди не были так озлоблены. Несмотря на то, что жить было гораздо тяжелее. Каждому из них приходилось уживать. У меня первое выступление – это я играл на детском утреннике «Волка». Мама мне всю ночь вырезала такую маску, шляпу, маску «Волка». Я играл «Волка». Первая роль была «Волк». Потом была «Баба-Яга» в школе, в классе в третьем. Тоже мама мне мастерила какую-то одежу. «Москва двоенная» – это пока еще звучит… Ну, как-то литературно пока еще. Еще нет ее. То есть… Ну, то есть в моем случае это… Москва была очень разная. И я бы по-другому смотрел. Она менялась вместе со мной. Москва, там, поздние 90-х, начало двухтысячных – это какая-то нищета, совершенная нищета. И брожение, брожение. Все бродило. Все как-то очень, очень… Все как-то друг к другу тянулось. И непонятно для чего. То ли ограбить друг друга, то ли согреть. Но все было очень… Очень… Густое и такое бурлящее. Очень все было такое… Странная субстанция это была какая-то. Этот Ярославский вокзал, где стояли совершенно нищие бабушки, продававшие последнюю селедку какую-нибудь, которую, я не знаю, привез какой-нибудь внук, прилетевший из Германии на пару дней. Не знаю. Ну, условно я что-то, да, сейчас фантазирую. Эти малиновые пиджаки, все было на этом вокзале. И… Там… Дорога в ГИТИС, да, в мой институт, которую я знал наизусть по секундам, как я буду ее переходить. Где к дорогу, где нельзя, как обычно, да. И тогда все это было в порядке вещей. Ларьки прямо у метро, прямо у метро. Ларьки, ларьки. То есть люди выживали, люди… Появилась, видимо, частная собственность. Это, да, впервые люди вышли на рынок. Буквально все вышли на рынок. Все стали продавать все, что у них есть и покупать все, что им нужно. Ну, а после войны это просто для меня превратилось уже в какое-то, ну… Очень странное пространство. Я не хочу тут показаться каким-то серьезным аналитиком, задним числом, но… Просто сейчас это очевидно уже, очевидно всем, даже тем, кто принял темную сторону, да. Я думаю, что им тоже это очевидно, может быть, даже более очевидно, чем нам. Но стремительно сократилось, в первую очередь изменилось внутри людей пространство внутренней свободы. То есть люди стали запрещать себе быть свободными. Они приняли эти правила игры, что ложь – это правда. Просто когда говорят, что это Орвелл, воплоти, если ты там не живешь, то ты не понимаешь до конца, что это такое на самом деле. А особенно остро ты это ощущаешь, конечно, когда… Да, я могу, да, я про себя, конечно, не могу говорить только. Особенно остро это ощутил, когда уехал, да, когда я смог более-менее внутренне раскрепоститься, потому что, да, все равно это касается всех, сжимает всех. Эти тиски сдавливают всех и каждого, ты никуда от этого не денешься. 24 февраля я был дома в Москве. Началась война, специальная военная операция, очень специальная. Ну все, у меня было одно слово в голове – катастрофа. Я уже говорил об этом много раз. Ну вот, с этим словом, в общем, я и живу. И каждый день ты не задаешь себе вопрос, а что делать? Что делать? Что я могу сделать? Что делать? Что теперь делать нам всем и что делать тебе, как человеку? Что я могу сделать? Куда возвращаться? Я не вижу никаких предпосылок к этому. Я в этом смысле достаточно трезвый человек. И не потому, что какое-то там, какое-то дело на меня заведено, или что-то там мне грозит, или и так далее, и так далее. Это родина в нынешней ее инкарнации, в нынешнем ее исполнении. Она всех нас предала. Она чудовищна. Она всех нас обманула. Она изнасиловала саму себя. Она должна будет сделать что-то для того, чтобы мы поверили, что для нее на первом месте стоят люди, а не идеи. Я почти уверен, что это произойдет не при моей жизни. Объявление мобилизации этой клятой, оно было, в общем, таким для меня, было спусковым крючком, триггером таким, чтобы просто собраться за три дня и уехать. С этого места дороги назад нет и не будет. Об этом не следует забывать, что после интервью с Гордеевой мне просто закрыли все возможности для работы. То есть я получил негласный запрет на профессию. То единственное, что я не очень умею, но очень люблю, и то, чем я зарабатывал себе на жизнь. То есть я не знал, что я буду делать здесь. Не секрет, что здесь большое количество русскоговорящих людей и так называемое русское комьюнити здесь было и есть, и очень большое. И так сложилось, что люди, которые мне помогали, за что им бесконечно, бесконечное и мое самое сердечное спасибо было, есть и будет всегда. Как раз думал о том, какое количество латышей здесь. Мне помогло совершенно бескорыстно, абсолютно. Все-таки латыши действительно люди на эмоции, на открытые эмоции, довольно сдержанные. Не какие-то обнимашки, да, там, не какие-то посиделки, давай пойдем, поедем куда-то. Люди при этом очень ненавязчивые, они не навязывают себя, они не требуют никакого-то горячего отклика, нет. То есть это такая балтийско-морская любовь. Ну что ты считаешь, вот это, наверное? А, вот это. Как я подсамил? Ну, ты смотри, я видел. Ну, теперь я спою. Я спою перфекти? Да. У меня есть музыка, у меня появилась музыка какая-то, в этот момент я стал заниматься музыкой. Может быть, в том числе и потому, чтобы не быть зависимым ни от кого и ни от чего. Во всех смыслах. Записал альбом даже там, успел в России. Ну, долго записывал, года полтора. И уже он вышел, уже с лавой на, но я не мог его не выпустить. И я уехал. Ну, и я понимал, что из того, что я точно могу делать сам, я могу попробовать найти музыкантов и продолжать делать то, что я начал делать. Все это происходило долгие месяцы, и мы там притирались друг к другу, ознакомились. То есть, собственно, процесс и сейчас еще идет, но, по крайней мере, мы уже что-то сделали, мы уже поиграли вместе там-сям понемножку, по чуть-чуть, все довольно сложно. Записали уже в целом мини-альбом на четыре песни. Меня знают, знают, что я приехал, знают, что я здесь. И чем больше времени проходит, тем больше людей знают. Какие-то предложения появляются. Есть какие-то проекты, которые уже вот-вот, скорее всего, случатся, но я не могу о них рассказывать сейчас, ничего. Есть какие-то латвийские проекты, латвийско-швейцарский, вот был проект один, то есть девочка-режиссер. Она из Латвии, русскоязычная, уехала в Швейцарию, вышла замуж за швейцарцем, там, видимо, училась. Приехала сюда снимать кино. И в главной роли была девочка из Украины. Ей очень понравились мои песни как раз. И она даже несколько из них взяла к себе в картину. У меня была такая мечта, чтобы моя музыка когда-нибудь оказалась в кино. И вот, дай бог, она окажется вот в таком кино. Это очень интересное место. Это бывший дом ЦК Компартии Латвии. Довольно известное здание. Уже два года как она заброшена, здесь был потом Международный торговый центр, посольство Израиля, еще что-то. А сейчас здесь начинает рождаться, дай бог, что оно встанет на ноги, это детище Арниса Ритупса. Арнис Ритупс, Ригас Лайкс, 30 лет в этом году. И в честь 30-летия, это как часть юбилея, это здание будет называться ДДД, 3Д, я так понимаю. Я не очень помню, Арнис, по-моему, тоже еще не буду говорить за него. Но что это дом дураков. В общем, дом дураков. Дураков в том смысле, что это людей, которые не делают вид, что они очень умные, а просто делают то, что любят и умеют. Здесь будут какие-то представительства разных музеев, церковь домашняя, человеком придуманная, какие-то перформансы, арт-пространство, просто комнаты, в которых люди просто сидят и ничего не делают. То есть это дом творчества, дом свободных людей, то есть это такая территория свободы. Ну и у меня тоже здесь есть комната. Да, все-таки страна называется Латвия, язык здесь латышский. Я только начал его учить, и насколько я слышу, вижу, понимаю, вот погружаюсь постепенно в культуру, да, пропитываясь ею и звуками. Вот, поэтому для меня нет, не сложно. Мне нравится красивый язык. Правила грамматические, пока я так понимаю, что несложные. Ну, тоже Катя меня этому научила, и я обращал внимание, что она всегда начинает говорить по-латышски сначала с людьми. И я обратил внимание, что это очень сильно, это человека к тебе разворачивает, просто вот так раскрывает. А это на самом деле же так просто, это элементарная вежливость, это проявление уважения, да, когда даешь человеку понять, что ты у него в гостях, да, что ты здесь не на правах захватчика или на правах там, а я здесь жил всегда. Для меня это тоже было стимулом, конечно, учить язык дальше. Латвия — это музыка. Ну, музыка потому, что я побывал на праздник песни и танца. В общем, я был на финальном концерте на песен на плясовом. Это фантастика. Я испытал просто катарсис, настоящий. Настоящий человеческий катарсис. Когда 20 тысяч человек поют под открытым небом, и ты смотришь на небо, и это просто такой гимн жизни, просто жизни как таковой, просто сама эта песня, само существование этого всего здесь и сейчас и этого звука, который несется туда в бесконечность, это ни с чем не сравнивающе. Я не испытывал такого никогда в жизни. Латвия пахнет липой для меня. В липой особенный запах. Я там жил, когда снимался полтора месяца почти. Латвия — это море, 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 море. Много очень моря. Латвия очень бархатная, бархатная, очень шелковая. Латвия пахнет снегом. Конечно, хвоей, ну куда, черт возьми, денешься. Глазированными сырками, как они называются, с карумс? Карумс. Карумс, да, вот Латвия пахнет карумс. Латвия пахнет тушенкой еще, вот. В Латвии люди, как балтийские пляжи. Они очень светлые, очень открытые, очень просторные, да. Они продуваются всеми ветрами. Они, насколько приветливые, настолько же и как бы далекие. Они никогда не станут твоими.